Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Долительная борьба во время сенатской гонки в штате Джорджия медленно склоняется в сторону демократов. Теперь, в ближайшем будущем, при полном контроле демократов, мы можем рассчитывать на финансовые стимулирующие пакеты суммами как минимум 3 триллиона долларов, а может быть и больше. Такие действия могут привести к невиданным уровням девальвации, инфляции и, конечно же, роста биткоина и других активов, которые были разработаны как инструменты хеджирования против инфляции. Поэтому приготовьтесь к тому, что в такие активы в ближайшем будущем могут влить еще 3 триллиона долларов. Именно поэтому мы стоим на пороге еще более впечатляющих параболических движений для биткоина и, по моему мнению, некоторых альткоинов. Как вы видите, демократы победили с незначительным преимуществом и оба кандидата от демократов были избраны в штате Джорджия. Это означает, что Камала Харрис получает сильную поддержку голосов в Сенате и их больше ничего не останавливает от принятия любых законопроектов, которые им нужны. В таком случае именно идеи демократов о новом пакете финансовой стимулирующей помощи станут законами. Я говорю про их идеи на счет 3 триллионов долларов стимулирования, которые направлены на смягчение последствий тковида. Они предлагали это еще 7 месяцев назад, в апреле или мае. Реальность нового пакета стимулирования заключается в том, что он просто необходим для выживания. Возможно, это правильный ход, так как сейчас экономика находится в том состоянии, когда им нужно печатать и печатать свои деньги. Это очень странный процесс, но подобное уже происходило после Второй мировой войны. Тогда инфляция подняла ВВП и уровень отношения ВВП к долгу выровнялся. Смысл заключается в том, что люди отчаянно нуждаются в новом финансовом стимулировании, ведь все закрыто. То есть, как можно ожидать, что рестораны и мелкий бизнес, оставаясь закрытыми, при этом будут оставаться на плаву? Поэтому чисто по-человечески я рад, что люди получат хотя бы краткосрочное облегчение. Так что небольшая экономическая помощь будет не лишней. Очень важно понимать, где именно мы находимся в истории денег. Эта самая история показывает нам, что сейчас мы находимся на неисследованной территории. Так как с конца 2019 года было напечатано 9 триллионов долларов, что составляет около 30% циркулирующего предложения доллара США. И это только за 2020 год. Если вы еще не знакомы с концепцией гиперинфляции, то почти каждая фиатная валюта, а в нашем случае это доллар США, на протяжении своей истории сталкивалась с гиперинфляцией. Доллар США боролся с ней многие годы, однако сейчас он находится в зоне риска и может получить невероятно высокие уровни инфляции. Например, 5, 10 или даже 20% ежегодно. Это измеряется реальной инфляцией, стоимостью жилья, образования, медицинских услуг и так далее. Нужно осознавать, что реальный размер инфляции играет очень важную роль. А биткоин только начал получать свое глобальное признание и стал восприниматься и цениться, как актив хеджирования против инфляции, которым он и является собственно. Все это уже происходит, так как сейчас мы можем наблюдать беспрецедентные накопления позиций в биткоине от таких компаний, как Fidelity, BlackRock, DrackenMiller, Square, MicroStrategy и так далее. Поэтому я думаю, всего лишь вопрос времени, прежде чем крупнейшие компании в мире, такие как Apple, Tesla или Google, начнут вкладывать некоторую часть своих балансов в биткоин, для того, чтобы защитить неприкосновенность своих средств. Пока никто не знает, сколько еще триллионов будет напечатано, может быть 5 или 7, в попытке спасти Америку от этой ситуации, в которой она оказалась. Если между сенатом и президентом не будет никаких разногласий по этому поводу, то мы увидим невероятные уровни печатания денег. Тем временем, биткоин продолжает прокладывать свой путь к новым вершинам. Теперь он стоит 41 тысячу долларов. И это означает, что он достиг второй цели моего вчерашнего трейда. Сейчас биткоин исследует новые ценовые территории. И просто подумайте о том, что самые крупнейшие капиталы мира сейчас думают о биткоине. А это триллионы долларов. Почему же они думают о биткоине? Если бы вы были большой компанией, и у вас был триллион долларов, и вы потеряли бы всего лишь 1% от этого капитала, то это означало бы потерю 10 миллиардов долларов. Так что, если вы теряете 1-3%, то это десятки миллиардов долларов, которые уходят от вас просто из-за инфляции. Именно поэтому сейчас в финансовом мире существуют миллиардные капиталы, которые ищут способ хеджирования. Способ защиты от этих невероятных уровней инфляции, которые нам еще предстоит увидеть. Давайте подведем небольшие итоги. Смысл в том, что сейчас мы стоим на пороге крупнейшего пакета финансового стимулирования, а возможно, самого крупного за всю историю США. Скорее всего, это будет не последний пакет на пути преодоления существующего кризиса. Это означает, что доллар США будет печататься на ранее невиданных уровнях. И, скорее всего, другие страны тоже будут печатать свои деньги. Все эти действия будут уравнивать обесценивание валют по отношению друг к другу. Однако есть одна вещь, которая не подвержена девальвации, и это биткоин. И вместе с его ростом остальной криптовалютный рынок наверняка тоже получит дополнительную ликвидность. Я предполагаю, что мы увидим супер вливание капитала, который ищет убежище от огромной инфляционной волны в биткоине. Мы увидим новых инвесторов, которые ищут защиты для своих денег, которые ведутся с синдромом упущенной выгоды и фактически паникой в страхе потерять свои накопления. Именно поэтому они и переходят в активы, которые не подвержены гиперинфляции. И, скорее всего, все это выльется в астрономический рост рынка акций и цен на активы. Конечно же, наши любимые биткоины и криптовалюты тоже не останутся в стороне. Это предположение приводит к картине возможной цены биткоинов в 500 тысяч долларов США, а может быть даже в миллион, по мере того, как биткоин будет расти и догонять золото по капитализации. Меня не удивит, если само золото вырастет в цене из-за новой гиперинфляционной политики. Так что, возможно, рынок золота стоимостью в 10 триллионов долларов дорастет до 20 триллионов долларов. И когда биткоин приблизится к золоту по капитализации, его цена будет достигать 500 тысяч или даже миллиона долларов. Но это не финансовый совет, если что. Сейчас мы являемся свидетелями исторических событий. И как только звезды сошлись для биткоина, он начал получать глобальное признание. А инвесторы по всему миру начали воспринимать его всерьез и относиться к нему как к резервному активу, а не только как к спекулятивной инвестиции. Мы видим, как глобальная экономика совершает нечто, что гарантирует рост биткоина. То есть печатает деньги огромными темпами. Конечно же, если вы платите долги в долларах США, то вы всегда сможете их выплатить, если напечатаете еще больше денег. Но вот чего вы не можете сделать, так это сохранять покупательную способность доллара США. Именно поэтому мы увидим внезапный рост инфляции в ее влиянии на покупательную способность. И все, что у нас останется, это жестко закрепленный, предсказуемый, математический и программный мир биткоина и криптовалют. Великий переход богатства в биткоин и криптовалюты сейчас перешел на новую ступень. Из-за глобальных экономических условий и из-за исхода важных выборов в США. А как вы думаете, биткоин уже стал на путь достижения 100 или даже 500 тысяч долларов? А может быть и миллиона? Напишите в комментариях. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok